Вы про машину времени сказали. Если бы существовало, то вы бы на кого полетели посмотреть? Примерно 8 миллионов лет назад, посмотрите, как начали слезать с деревьев. Где-то 2,7 миллиона лет назад. То есть у нас не хватает вот этого места, где прямохождение начинается? Да. Слезание с деревьев и прямохождение? Или это разные моменты? Ну вот если 8 миллионов лет назад, это вот какая-нибудь Восточная Африка. Смотрите, как они, да, слезали с деревьев. До этого они типично древесные, после этого они уже более-менее наземные. Вот здесь они слезали. Ну там с хилиантром 7 миллионов лет, вот он уже с признаками прямохождения. Значит, начали слезать чуть-чуть раньше. И вот как-то на миллион лет раньше, я бы посмотрел. Потом вот эти 2,7 миллиона, когда есть астралопитеков в Фомоме. И где-нибудь там, не знаю, 150 тысяч лет назад на первых сайпиенсах. Ну таких прото-сайпиенсов, таких недоделанных. Ну потому что они вроде как уже почти-почти, но откровенно не совсем. И вот это как раз прикольно. То есть какие-нибудь украшения визуальные у них есть, да? Чеки зловещие долины. А погребения, например, еще нету. Вот. И вот как-то оно работает. Если в вашем сердце теплится желание поддержать этот выпуск и проект, нажмите, пожалуйста, лайк, подписку и колокольчик, чтобы больше людей увидели этот выпуск. А лично от меня спасибо. Привет, это проект «Основа». Меня зовут Борис Иденский. И сегодня у нас в гостях антрополог Станислав Дробышевский. Добрый день. Здравствуйте. Недавно как раз на какое-то исследование натыкался. Хотел у вас тоже спросить. Почему у большинства млекопитающих есть хвост, а у человека он пропал? Как пропал хвост? Он не у человека пропал. Он пропал еще больше 20 миллионов лет назад у первых человекообразных обезьян. Ну и тут как бы есть почему пропал, а как технически он пропал. Технически вот недавно была буквально статья в 23-м году. Ну, там, припринт был раньше, а в 23-м выпустили наконец. Есть очень немного мутаций, которые это истребляют. То есть у нас в генах есть два таких интрона, ну, короче, бессмысленные кусочки, и они вперед повернуты, поэтому когда получается цепочка РНК, вот эти два кусочка, они склеиваются между собой, получается такая как бы петля генетическая, и поскольку интрона отрезаются, все петли отрезаются. А в этой петле ген, кодирующий хвост. И получается, что в итоговое РНК, которое кодирует белок, который должен вот кодировать хвост, хвоста-то и нету. И хвост пропадает в одну мутацию практически. Это на мышах проверяли. То есть мышам делали вот такую же фигню, как бы, да, уже рукотворная, и у них хвост исчезает. Ну, это техника как бы. А почему исчез? Потому что до этого хвост нужен был как балансир при прыжках. А наши вот эти предпервочеловкообразные жили в Центральной Африке, в тропических дождевых лесах, где было очень много густых деревьев, очень много фруктов, а сами обезьяны были уже очень большими. Ну, килограмм-то 20 и больше. И когда вы весите 20 килограмм, у вас очень густые заросли, вам не надо прыгать. И технически невозможно, да, и вы не прыгнете просто такой массой тела. И хвост как балансир смысл теряет. Вот они там лапками там за все держатся и нормально пловают. И вот он исчез, собственно. У всех больших приматов хвост исчезает. Он исчезает у каких-нибудь там сайки в Южной Америке, там такие довольно большие обезьяны. У медленных всяких обезьян, которые не прыгают, там, лори, ну, они там не такие большие, но они, потому что медленные там пота тоже хвоста не имеют. Макаки без хвосты, ну, которые самые большие, ну, у них тоже хвоста нету. Ну, или маленькие, по крайней мере. Павианы, ну, у них хвост есть, но он тоже такой нефункциональный, как бы исчезающий. Ну, еще кого-то там индри какие-нибудь, там 16 килограмм весит, лемуры здоровые такие. И вот у них тоже хвоста нет, потому что тоже смысл уже пропал. А у их же родственничков маленького размера, хвосты есть, которые прыгучие. Оттого, кстати, мы потом на две ноги встали еще до кучи. Потому что когда леса стали приреживаться, и хвост снова стал актуален, чтобы снова прыгать под ветком, когда большие расстояния между ветками, а хвоста-то уже и нету. И мартышки, они вот до сих пор и прыгают, потому что у них хвост сохранился, а ну уже нет. И стали ходить на ногах, придерживаясь руками за все. Веток уже не так много, уже просто на четыре таких не получится. Надо держаться за что есть. А есть оно неизвестно где. И, собственно, вот руки стали подниматься выше головы. Кто-то дошел до идеала, стал там гиббоном. И только с помощью рук уже можно передвигаться, а ноги уже там не сильно актуальны. А мы, наоборот, на землю спустились, на две ноги встали. То есть исчезновение хвоста это был такой важный фактор прямохождения. Ну, такой преадаптация для прямохождения. Но это к вопросу о том, а где она главная мутация? Может быть, хвост это и есть главная мутация? Ну, так таких же много. Потому что прямохождение и разум, они напрямую-то не так что-то связаны. Мы же до две ноги встали, а потом еще без всяких особых мозгов ходили на двух ногах-то миллионы лет. То есть вот астралопитеки, они же по интеллекту как шимпанзе, по большому счету. Но двуногие, то есть в принципе, могли бы до сих пор так бегать. Их были бы двуногие, но неразумные. Тоже запросто. Почему нет? Ну, и тушканчики двуногие, ничего теперь кинул бы двуногие. Птицы все двуногие. И с интеллектом там не то чтобы много. Ну, там ладночки, вороны там. Да еще с крыльями. Ну, не зато крылья, да. Но главное это хвост, как я сказал. А у нас пропало. Пришлось мозги прокачивать. Одним из первых способов донести свою мысль до другого человека была наскальная живопись. Рисунок на стене пещеры — это отличный способ передать информацию своим сородичам или потомкам. С помощью наскальных изображений древние люди рассказывали о своих успехах, достижениях и идеях. Для того, чтобы эффективно донести свою мысль или преподнести продукт, нужно уметь грамотно и красиво оформить информацию. В современных компаниях этим занимаются дизайнеры презентаций. Дизайнером презентации может стать любой. Они занимаются творчеством, много путешествуют благодаря фрилансу и зарабатывают от 80 тысяч рублей. Освоить профессию дизайнер презентации можно в крупнейшей профильной академии «Бонни» и «Слайд». Срок освоения новой профессии всего 6 месяцев. Весь процесс обучения в академии проходит в игровой форме, а со сложностями помогут разобраться наставники академии — практикующие дизайнеры. Причем учеников не просто грузят теории. Уже с третьего месяца обучающиеся получат первые настоящие заказы. К концу обучения у выпускников есть готовое портфолио из 12 реальных кейсов. «Бонни» и «Слайд» помогают выпускникам найти первые заказы. На бирже фрилансеров академии учеников обеспечат заказами для комфортного старта карьера. С выпускниками сотрудничают «Яндекс», «Сбер», «ВК», «МПС» и другие. Вот, например, презентация для «ВК» за 137 тысяч рублей. Это работа выпускницы академии Екатерины Тарасовой. Катя делает заказы на фрилансе, много путешествует, а сейчас живет на Более. Сегодня многие компании ищут профессиональных дизайнеров презентаций. Заказчиков на рынке больше, чем грамотных специалистов, поэтому порог входа гораздо ниже, чем в том же IT. Новички в профессии зарабатывают от 80 тысяч рублей, а опытные специалисты от 200 тысяч рублей, делая всего 3-5 проектов в месяц. Сейчас на курс можно записаться со скидкой 60% по промокоду «Основа». Со скидкой стоимость обучения составит всего 5 тысяч 100 рублей в месяц. А бонусом «Бонни» и «Слайд» дарят бесплатный модуль обучения по нейросетям, который поможет создать классные презентации. По ссылке в описании подробности о том, как освоить новую профессию и выйти на рынок фриланса. Заглядывайте, а мы продолжаем. Меня в последнее время терзает, наверное, очевидная для антрополога мысль, что мы, как вид, около миллиона лет приспосабливались к тому, чтобы жить в саванне и охотиться на каких-то крупных животных, собирать корешки. А в итоге мы живем в городах со смартфонами, с соцсетями, с психотерапевтами, с доставкой еды. И это внутреннее противоречие, оно... Во-первых, согласны ли вы с такой постановкой вопроса? И чем нам оно грозит? Да, мы биологически не сделаны для того, чтобы жить в городах. Более того, вообще, в принципе, такие города, как сейчас и такая современная жизнь, она возникла-то всего ничего назад, то есть она вот только что возникла. Еще там вот сейчас у всех живущих, какие-нибудь бабушки, дедушки, живут в деревне. Там кого-нибудь спроси, куда летом поедешь? Бабушки в деревню. Ну, то есть это там первое, второе, максимум третье, четвертое поколение, которое живет в городах. Мы к деревне не приспособлены, на самом деле, но там мы хотя бы, я не знаю, в такой деревенской деревне живем 5 тысяч лет, 7 тысяч лет. А вообще-то да, мы должны шляться по полям, рекам всяким, равнинам, полдолам и там вот как бы тусоваться. Поэтому в последующем когда-нибудь мы, может быть, к этому приспособимся, но еще не скоро. Есть разные мысли на эту тему, в частности, что там акселерация, это вот такой как бы адаптивный вариант приспособления. Ну, акселерация, когда там ускорение развития, там все такое, она последние 150 лет идет. Но для того, чтобы это была адаптация, нужно, чтобы кто-то выживал лучше, а кто-то хуже. Но мы не видим никакого внятного отбора на жизнь в городе. То есть вот так, чтобы кто-то прям настолько плохо был приспособлен, что прям умер от жизни в городе. То есть деревня приехала в город и помер. А кто-то бы приехал и стал дико плодиться со страшной силой от того, что вот ему его личные какие-то качества биологические, да, прям идеально подходят городу. Такого мы и не наблюдаем. То есть, в принципе, плодятся все примерно одинаково и все плохо, что характерно. То есть уже сам факт, что во всех больших городах смертность больше рождаемости, говорит о том, что это глубокая дезадаптивная среда. То есть мы вообще ни разу не приспособлены тут жить. Причем в городах живет уже большинство населения, чуть ли не планеты. В стране нет, у нас точно, по крайней мере. Но рождаемость там ниже смертности. Поэтому города, в таком биологическом смысле, это просто могилы большие, где просто генофонд уничтожается. Ну, благо есть еще какое-то количество деревень, но там люди плодятся. Там, может, уже живется, как бы, да, с точки зрения горожан. На самом деле они к этой жизни приспособлены. Ну, сам факт, что именно они-то свой генофонд передают в следующие поколения, говорит о том, что им, на самом деле, хорошо. Они могут меньше лет жить, могут там больше болеть, там еще что-то такое. Но по факту вы к этому приспособлены. Как эта акселерация может быть устроена? Ведь эволюция длится там тысячелетиями, десятками тысячелетий, иногда миллионами лет. А технический прогресс у нас сейчас предошел вот за полтора столетия. Ну, вот в этом и проблема. Ну, на самом деле как? Эволюция не обязана идти тысячи лет. Она идет по поколениям, вообще-то. Ну, вот, у нас поколение длинное. У нас поколение 25 лет, где-то сейчас считается. Ну, там, от 20 до 40 уже местами. Ну, для горожан, я говорю, поколение, в принципе, довольно бессмысленное, потому что все равно вымирают. Все равно численность уменьшается. Ну, то есть, если рождаемость больше, в смысле, смертность больше, рождаемость, какая-то поколение. И, ну, все-таки, акселерация идет уже почти 200 лет, ну, 150 уж точно. Ну, вот, поэтому, ну, несколько поколений уже успело сместиться. И теоретически самое-самое начало эволюционного процесса мы можем, как бы, ухватить. Ну, в теории. Я говорю, это некая гипотеза. А чтобы она стала нормальной теорией, доказуемой такой, нужно, чтобы был заметный эффект. А он обнаружится, как вы, собственно, и сказали, на очень большом интервале времени. Вот когда пройдет еще, там, тысяча лет хотя бы, до начала, ну, вот, мы посмотрим назад, увидим, что, да, горожане стали, там, такие-то и такие-то, в отличие от тех, что были. Именно потому, что они горожане, а не потому, что еще там еще не будет. Вот тогда это будет доказуемо. Но, поскольку, вот, мы, да, живем в больших городах, все ничего, ну, вообще, большие города появились-то, ну, там, не знаю, в каком-нибудь, там, 16 веке, да, и то, если посмотреть на эти большие города 16 века, ну, там, границы Москвы, да, какой-нибудь, там, такой вал, сякой вал, вот, это, как бы, ни о чем. Ну, вот, все эти, там, кольцевые дороги, они появились уже, там, в конце 20 века, если что. В Третьяковской галерее есть замечательная картина «Путь в Кузьминки», где какие-то поля до горизонта, какие-то леса, и ездит какая-то Таратайка, вот, на нем, там, сидят, значит, снова какие-то личности, едут в Кузьминки, а сейчас, там, метро, и уже далеко не конечное, как бы. Так что, ну, большие города возникли вот только что. Ну, там, МГУ, да, в котором я работаю, находится на горе. Когда строили главное здание МГУ, снесли, там, две деревни. Ну, там вот были деревни. Самые деревенские, там есть замечательные кадры, где, там, какие-то эти козы грузятся на грузовики, там, куда-то их возят, там, еще что-то такое. И были прямо на избушке-избушке. А теперь это, опять же, даже и не самый край Москвы. Ну, край даже, в принципе, виден теоретически, если, конечно, не залезь, видно. Но земли не очень видно. Дальше, там, вот, уже и метро протянулось, и все. Ну, я уж молчу, там, про большую Москву. А у нас, как бы, этот срок, это вот, там, одно поколение буквально. Ну, такое, урбанизация прям ядреная. Такая же древолюция ни о чем. Вы просто сказали слово «акселерация». В этом смысле оно что означает? Ну, есть, так называемые, вековые тренды, такие вот межпоколенные процессы в двух версиях – акселерация и ретардация. Это изменение темпов онтогенеза, то есть индивидуального развития от поколения к поколению. То есть, допустим, в начале XIX века детишки рождались с меньшей массой тела, у них позже прорезывали зубы, позже происходило половое созревание, а длинное тело, ну, то есть рост, был меньше по итогу. Ну, или там, в середине XIX века, или даже в начале еще XX, допустим, там, в большей части Европы средний рост для мужчин – метр шестьдесят пять, если что. Ну, сейчас многим это покажется маленьким, а это мировой, на самом деле, стандарт, метр шестьдесят пять – это такая супер-универсальная цифра, она по всей планете одна и та же, в общем-то. Но где-то вот там с первой трети XIX века и там до конца XIX века там разных стран с разными скоростями происходило вот это самое ускорение. Детишки стали расти быстрее, там, зубы раньше прорезываться, половое созревание раньше совершаться, и все стали более тощие, длинные, вытянутые. Ну, вот я, у меня как северат, такой длинный, тощий. Ну, и где-то вот, как я уже сказал, с первой трети XIX века это поехало, ну, и вот там дальше ехало-ехало, где-то в середине XX века более-менее уже затухло, и к концу XX века местами, ну, у нас уж точно, по крайней мере, пошла ретардация, замедление вот этих темпов развития, вот, в обратную сторону, там не сильно заметно, ну, и тоже это там по разным группам очень неодинаково. Где-то ускорение, где-то замедление, потому что, ну, люди неодинаковые в разных условиях живут. Ну, там, допустим, в городах быстрее, чем в селах, у, там, среднего класса быстрее, у самого высшего класса чуть медленнее, что любопытно, а у самых нищебродов самое медленное, вот, ну, и по разным странам, там, в зависимости от промышленного развития, в Англии раньше всего, потом Франция и Германия, потом США и Россия, в конце XIX века, потом где-то там Япония, ну, где-то уже в XX веке, Индия и, там, Китай, допустим, да, Акселерация в Китае, например, ее вот глазом видно было, когда я в школе учился, и китайцы были тоже, там, метр пятьдесят, ну, а сейчас, там, ходят выше меня, ну, то есть, вот, ну, там, за одно поколение они вымахали, там, сантиметров на пятнадцать вообще. Так что, это вот такой процесс, и он, судя по всему, очень такой долгоиграющий, то есть, вот эти моменты акселерации и ретардации, они друг друга сменяют, ну, видимо, там, с каменного века, ну, там, миллион причин этому есть. Ну, то есть, это что, это кальция стали больше детям, что ли, давать? Йогурт стали есть? Нет, нет, там, я говорю, есть порядка ста гипотез акселерации, но частично это, да, там, более открытая мода, например, там, утрофиолет, но тогда непонятно, что все позже. Там, другое питание немножечко более стабильное, там, голодать стали все-таки чуть поменее, чем раньше, там, медицина хоть какая-никакая появилась, но на самом деле, главное, это изменение генетической структуры популяции. То есть, в города стали съезжаться люди из сел, и пошел генетерозис. То есть, если родители генетически отличаются, то их потомки будут быстрее расти. И в растении так работает, и в людей, ну, за счет увеличения гетеродиготности. А когда все уже со всеми смешались, то оно замедляться начинает. А, то есть, это из-за того, что разнообразие генов выросло? Да. Ну, то есть, оно было разнообразие, но каждый сидел в своем изолете, каждый сидел в своей деревне. А теперь они все в кучу смешались. Раньше таких смешанных особо не было. Ну, где-то там локально. А так отстало по всей планете. Окей. А значит ли это, что с глобализацией, когда люди еще сильнее перемещаются между странами, мы еще выше будем становиться? До какого-то предела, да. Но потом это все устаканивается, что до бесконечности это может происходить. Ну, и, собственно, вот уже к середине 20 века оно уже устаканилось на самом деле. Там уже дальше смешиваю, не смешиваю, уже и так все смешано на самом деле. Ну, локально где-то оно может там всплески давать, а глобально по планете уже нет. Тем более есть чисто физиологические ограничения. Ну, то есть можно, допустим, снижать сроки полосозревания, да. Были там в 17 лет, стали там в 15 лет. На два года вот оно там съехало. Где-то там до 13 можно доехать. Но нельзя, ну, наверное, можно тоже, да, там до двух лет снизить. Что там рождается, и сам плодиться начинает прям тут же. Ну, есть ограничения. Или, допустим, длина тела, да. Была там метр шестьдесят пять. Сейчас вот у нас в стране метр семьдесят восемь средняя для подростков. Ну, вот там, скажем, 18 лет. То есть выросла, ну, так хорошо. Серьезно? Метр семьдесят восемь? Да, ну, последние цифры, которые я лично видел, там, вот такие, ну, для Москвы, по крайней мере. Ну, опять же, страна большая. Я считал себя высоким мальчиком с таким ростом. Ну, вот, но... Я по-средним уже считал. Стало быть, было метр шестьдесят пять, стало метр семьдесят восемь, да. Ну, теоретически может там два метра быть, два с половиной, но там пять метров вряд ли будет. Ну, чисто прочность костей, связок, мышц там всего прочего, да, там кровеносная система. Ну, сердце какое должно быть, чтобы толкать там на шестиметровую высоту. Ну, можно, жираф, он так и есть, там, брахиозавры были какие-то восемьнадцать метров, но это уже слишком большие перестройки, они уже на международный уровень выходят. Ну, то есть, вот мы там два с половиной метра, это уже такой хороший предел, когда уже просто, ну, механически суставы начинают разваливаться, там, все такое. Ну, все вот эти самые великие люди, ну, в смысле по росту, да, самые здоровенные, они все с проблемами суставов, костей, там, все вот такого. Если представить эволюцию как череду мутаций, то на нашем пути становления человеком какая была главная мутация? Зависит ответ от того, что вы считаете самым главным качеством человека. Ну, у человека много качеств. Нету одного, который бы вот прямо отличал вот этот обезьян, этот человек. Мы по многим параметрам отличаемся, по многим похоже. И причем эти изменения чаще всего не качественные, а количественные. То есть, чуть-чуть там что-то смещается. Ну, банально, я не знаю, допустим, у нас количество волос такое же, как у шимпанзе. У нас волосики маленькие, а у шимпанзе большие. И вот как бы считается, что человек типа без волосы, а там шимпанзе или горилла волосатая, да. Ну, например, на груди у человека сильно больше волос, чем у гориллы. Ну, а на спине наоборот. Ну, так что тут как бы, ну, вот эта мутация ключевая. Нету ключевой мутации. Ну, иногда там, если прямо кому-то хочется вот вынь-то положь, ну, можно там пальцем высасывать, что там прямохождение, большие мозги шибкоумные, да, речь, ну, это приложение к мозгам, там, трудовая деятельность. Но они, все эти вещи, не обеспечиваются одной мутацией. Это все огромный комплекс мутаций. И, более того, никто не знает, какие гены все это дело кодируют. То есть у нас до сих пор генетика еще не доросла до того, чтобы узнать, вот как, допустим, обезьянные мозги простые, как бы, да, она там не сильно думает. А у человека сильно сложный, он как бы сильно много думает. Но вот что в генах дает нам вот эту интеллектуальность, мы не знаем, какая вот конкретно мутация. Ну, где-то они там есть неизбежно. Вот отдельные там пытаются найти, какие-то там синтез белка, которые в мозгах работают. Но их как бы много разных. И никто не знает, какие конкретно. Если говорить про популярные книжки, например, у Харари, то, что вы упомянули, называется «Когнитивная революция». Это, как я понимаю, момент, момент в кавычках, когда появляется язык. И в книге «Ружье, микробы, сталь» там это, по-моему, называют «большой скачок». И я так понимаю, нету консенсуса у ученых, почему этот «большой скачок» произошел, как появился язык. Нет, тут, смотрите, есть такая великая тонкость. Харари вообще не антрополог. И когда он пафосно рассуждает про большие скачки, это все чушь, на самом деле. Харари, он молодец, он, в принципе, даже не сильно много чего соврал, но по его текстам видно, что он не знает матчасти просто банальных. И там, где можно было, допустим, привести классный пример, он не приводит. Где у него какая-то клевая идея возникает, но эту идею уже обсасывали там с 19 века, а он про это не знает. И про это уже много всякого сказано. А у него, ну, такой дилетантский, как бы, это, инсайт. Вот, о, я придумал это великое открытие. Ну, почитал бы, как бы, нормальные статьи, знал бы, что это уже открыто давным-давно и без него. И намного больше проработано. И, значит, если хочется узнать про становление интеллекта вообще в целом, как бы, вот, с звериных времен, то читайте, конечно же, Александра Маркова. Ну, если популярное, как бы, изложение хочется. Александр Марков, он хотел тоже спец по морским режимам, но он, как бы, качественный спец. И он много всякого поднял. И вот про становление, как бы, психики у всяких там тварей, там, животных, да, у него есть. Если хочется про людей, читайте Бутовскую. Вот, Бутовская Марина Львовна, она, вот, специалист по этологии человека. У нее тоже есть и научные книжки, много популярно. Вот, ну, а если хочется, чтобы оно было красиво, ну, борьба за обед и байки с грота. Вот, там все это есть. И смысл, значит, суть. У нас главное отличие человеческого интеллекта от обезьянного интеллекта в том, что мы очень склонны общаться с разными индивидами между собой. И мы очень склонны учить и учиться. И, кстати, делиться. Вот, то, что у животных обычно нет. То есть мы очень склонны сотрудничать. И само по себе вот способность там жестикулировать, мимику всяческую выражать, говорить. Это все про это самое. И человек в этом смысле рекордсмен. Но каждая конкретная фишечка, она на самом деле не уникальна. То есть речь есть там у пчел. Вот. Там мимика есть, я не знаю, там у всех приматов, по большому счету. Растикуляция тоже там кого угодно есть. Там собаки хвостом виляют. А человек рекордсмен в этом смысле. И он может передавать информацию богато, много и дифференцированно. То есть не просто, что там опасность. Вот. Или там еда. Или там давай размножаться. Вот. А мега дифференцированно и очень как-то хитро. Ну вот. То есть много частностей передавать. Вот в этом смысле человек рекордсмен. И складывание этого интеллекта заняло очень большое время. То есть на самом деле очень-очень немаленькое. Ну там начинать можно хоть там, не знаю, с Декембрия. Ну вот так, если в человеческом варианте. Где-то с поздних человекообразных. Ну там с 8-7 миллионов лет назад. Когда начали слезть деревьев, слезать. И оказались в новой среде. А в новой среде, уже не в лесу, а в Саванне. Появились новые задачи взаимодействия. Потому что там опасности. Еды не так много. И она распределена очень широко. Вот. Нужно коммуницировать между собой. Чтобы общая выживаемость выросла. Вот в таком режиме они, значит, там до ранних хомо выценировали. Ранние хомо стали делать орудия труда. Вот следующий скачок. И начали, ну, начинать говорить. Начали начинать. А где-то ко времени 400 тысяч лет назад. Это хомо гидербергенцис или там эрдезенцис, если вот в Африке. Это время, когда они уже почти-почти как мы. То есть уже такая нормальная речь. Уже там всякие сложные составные орудия. Уже что-то такое там неутилитарное символическое в поведении появляется. И где-то от 100 до 50 тысяч лет назад. Это уже формирование полностью современного интеллекта. И вот последние уж точно 50 тысяч лет мы не сдвинулись дальше пока никуда. И неизвестно еще куда-нибудь сдвинемся или нет. Потому что интеллект, как и все остальное, на самом деле, биология, это один из способов адаптации. Это один из способов, как приспособиться к жизни. И мы приспособились к жизни. Мы проблему решили. Ну, допустим, у черепахи была задача защититься от хищников. Она отрастила панцирь еще в триасе. И вот за 200 миллионов лет, больше, по-моему, они не поменялись. Там, типа, 20-20, что-то такое. И, в принципе, они вот с тех пор черепахи. У них все хорошо. Они проблему решили. Мы интеллект развили. Мы проблему порешали. От хищников избавились, от конкурентов избавились. Развы навалом. Ну, вы, как бы, голодающим не выглядите уж точно, да, там, не болеете, насколько я вижу. Ну, я два раза чихнул, но тоже не помираю. И, как бы, что еще надо, как бы, куда еще тут интеллект совать. Все уже есть. И вот пока дальше он у нас не развивается. Как будет дальше, большой вопрос. Еще вопрос про семью от подписчика. Если хотите задавать вопросы, подписывайтесь на нас в Густе и Патреоне. Есть ссылки. Вступите в чат, будете задавать. Антон Андреенко спрашивает. Есть вопрос про развитие детей. Почему девочки в детском возрасте развиваются быстрее? Какой отбор на это был? Ну, тут трудно сказать, честно говоря. Потому что, да, быстрее. Где-то там на год, на два девочки раньше развиваются, по факту. Ну, у них позже, как бы, раньше заканчивается вот это развитие. А у мальчиков позже заканчивается. Поэтому, например, мальчики больше вырастают в длину. Ну, они дольше растут на два года, как бы, да. И у них, как бы, еще вот есть запас. Там вот эти, там, 15 сантиметров, там больше получается. Ну, вот. Но почему так? Ну, не очевидно, честно говоря. То есть можно за уши притягивать, что, дескать, ну, девочки, они потом должны детишек рожать. И чем раньше они начали делать, тем, как бы, игруче. Вот. Ну, это так себе объяснение, честно говоря. И у животных бывает по-всякому. Вообще-то, по-разному. Вот. Для того, чтобы узнать, как на самом деле, почему вот именно так отбор шел, надо по-хорошему посмотреть, что там было у астроматитеков, у проконсулов и, я не знаю, там, Саданюса какого-нибудь, да. Вот. Но мы не знаем. То есть как вот эти все темпы взросления, тем более пополам еще, да, там, у мальчиков и девочек отдельно, происходили хотя бы даже у кроманьонцев, мы не знаем. Ну, кроманьонцы догадываются, как у нас, как мы, а у какого-нибудь там пятикантропа мы не знаем, объективно. Вот. И вот мы не знаем. Это вот такой вопрос, который ответ не имеет. А юмор – это тоже эволюционная фишка? Ну, она как? В смысле, он появился для того, чтобы, ну, точнее, не для того, чтобы он сохранился, потому что он помогал что-то решать? Ну, он эволюционно обусловлен, но, по большому счету, юмор – это просто побочный эффект нашего очень сложного мозга. То есть, ну, в принципе, что такое юмор, да? Это нелинейное мышление, когда вначале нагнетается какая-то интрига, и есть некая загадка, а загадка – это, в общем-то, синоним опасности. И когда мозг напрягается, входит в тонус, что вот есть что-то непонятное, да, и вот, скорее всего, оно опасно по умолчанию, раз непонятно. А потом развязка обнаруживается, которая точно безопасная, ну, по крайней мере, для слушающего. А если она опасная для, там, этого предмета-анекдота, кто там, про кого рассказывается, ну, и тем более, вот, с ним-то все плохо, а со мной-то хорошо, здесь, сейчас-то, это же здорово. То есть, я выжил, вот, я нашел разгадку, у меня эндорфины выделяются, и мне весело. Ну, как бы, ха-ха-ха, юмор. То есть, мне казалось, что все плохо, а стало хорошо. И вот эмоциональный выпуск получается, это юмор. Ну, в принципе, обезьян так же работают. Обезьяны юморят то же самое, так же, в точности. Ну, так у них шутки такие плоские, как бы, порылые, как бы, примитивные. Ну, на уровне, там, двухлетнего ребенка. Пример шутки от обезьяны. Ну, самый такой мега-классический, ну, в общем, не единственное, вообще-то, и есть, с этой гориллой Коко, которая заявила, что она птичка. Ну, вот, что горилла, вот, она, там, на языке жестов, там, я птичка. Говорят, там, не, не птичка горела, не, говорит, птичка. А, летать умеешь? Умею, говорит, покажи. Ну, она поняла, что, если с тобой умора, там, не ахти. И говорит, да, Коко горела. Ну, вот, типа, ха-ха-ха. Ну, вот, и вот, значит, она, как бы, обманула. Ну, а эволюционный, как бы, выход-то имеется в том, что, если кто-то способен на вот такие нелинейные построения, когда он продуцирует этот юмор, не просто он сам по себе случился, да, вот, там, поскользнулся на куриле, упал, там, ха-ха-ха. Вот, а кто-то вот это прямо сделал специально, этот юмор, пошутил, значит, он мыслит нелинейно, он может выстроить цепочку с каким-то экзотическим преподвыбортом в конце, и, значит, потенциально он может решать сложные проблемы. То есть, когда возникнет сложная проблема, он вот что-то такое измудрит и всех спасет. И поэтому на него надо больше внимания обращать. Поэтому мы так обращаем внимание на юморящих людей. И многие люди так стараются юморить, чтобы завоевать себе повыше, как бы, ранг в обществе. Ну, несознательно, может быть, да. Ну, вот, там, бывает, там, заводила в компании, да, которая без конца там что-то такое шутит. Иногда очень по-идиотски, и тогда это по-идиотски выглядит. Ну, он пытается, но не получается, и все это видят, как бы, да, там, плоские шутки. А бывает, что и, правда, как бы с ним весело, и он прямо душа компании. Все на него больше внимания обращают. Вот, особенно противоположного пола, само собой. Вот, потому что, ну, цель-то итоговая, это, понятно, увеличение своего генофонда в следующем поколении. Ну, своего генотипа, как бы, расплодить его больше и больше. Ну, и через это, собственно, у нас интеллект и повышался, в том числе. Ну, там, проблема в том, что, опять же, у нас есть вот эта там шутка у гориллы. Есть современные люди. А что-то там было у неандертальцев, как его узнать, что они там шутили. Ну, вот, самый единственный, может быть, пример. Это ферстплат есть орудие, вот такого размера, 40 сантиметров длиной. Ну, то есть, с локоть длиной. И оно нафиг не нужно, оно там 3,5 кило весит, как бы, ну, оно бессмысленное абсолютно. Вот, но, вот, может быть, это шутка была. То есть, нормальное рубило, оно с ладони. Ну, чтобы его взять, можно и там что-то им делать, да. А это вот такое, блин. И, ну, им уже вот ничего не сделаешь. Ну, вот тот его такое освоял, чисто по приколу, видимо. И это, может быть, была шутка. Ну, зато не словесная шутка. Потому что профессиональные сценаристы, комедиографы, они, как бы, стараются избегать именно, знаете, словесных анекдотов. Лучше, когда шутка физиологическая или понятна по контексту. Вот здесь тоже, видите, человек не просто пришел, смешное прозвище придумал, а принес. Вот, держи, я тебе меч сделал. Что-то типа того, да. Не, ну, это вот не мое кино. Классика там, Черли Чаплин, да. Да. Ну, учитывая, что этому рубилу где-то там, условно, полумиллиона лет, там нормальной дизитировки так и нету. Потому что оно давно найдено, там, культурный слой никакой, но, тем не менее. Где-то, условно, там, 400 тысяч лет около того. Это вот время, когда язык-то уже был. То есть, в принципе, он мог еще что-то там сказать в это время. Но что-нибудь там говорили вот этому уж точно, не знаю. Пока машину времени не изобретем, не услышим. Но пока у нас ее нету. И ориентируются на такие приколы. Ну, вы очень важную вещь для меня лично сформулировали, что загадки нам интересны, потому что загадка – это опасность. Я, честно говоря, так не формулировал для себя никогда. Потому что, действительно, если мы говорим про кино или про книжки, почему человеку интересно следить за историями, почему друг другу работает? Потому что человеку интересны загадки, конфликт, какая-то неопределенность. Но почему она интересна? Я никогда не задавался этим вопросом. Вот у нас есть ответ интерполга. Ну, и более того, это же как бы элемент обучения. То есть для первого бытного человека принципиально важно не помирить. И когда он видит какой-то вариант, да, он себя в голове прокручивает, и потом, если он попадет в похожую ситуацию, у него же есть готовый рецепт действия. И он должен быть быстрый этот рецепт, чтобы вот прямо здесь, сейчас тебя там не сожрали, это там не убили. Ну вот, чтобы выжить. Поэтому чем больше он будет знать вот таких вот вариантов, тем лучше у него будет выживаемость. Вот, поэтому чем больше он будет шутить и сочинять, и фантазию всякую проявлять, тем лучше он будет реагировать на происходящее, когда мир какой-то нестабильный. Ну, хорошо, когда он там все одно и то же, и там можно как бы однообразно действовать, и все. Но у нас в этом же и смысл интеллекта. Интеллект – это способность нестандартно решать нестандартные задачи. Почему измерить, кстати, тоже почему не можем. Но шутка – это как раз нестандартная задача. То есть в этом смысле юмор – это как раз высшее проявление интеллекта, так по большому счету. Вы сказали про то, что мы знаем, что уже была речь 400 тысяч лет назад. А как по четырем найденным косточкам понять, что у этого пара человека была речь? Ну, там не четыре косточки, там их тысячи вообще уже давно. И у нас речь оставляет следы на костях в самых разных местах. Ну, например, у нас есть подъязычная кость, на которой крепится гортань. И в зависимости от того, как мышцы тянут за эту подъязычную кость, тробекулы внутри выстраиваются определенным образом. Ну, тробекулы – это перемычки костяные. Вот если вы куриную косточку грызете, внутри там губчатая ткань – перемычки костяные. И вот они выстраивают с полением напряжения. И поскольку речевые мышцы – это вполне конкретные мышцы, вот оно определенным образом выстраивается. У шимпанзе не так, у немых людей не так, а у говорящих – вот так. И у них так же, как у нас. Или, допустим, какие-нибудь там прикрепления мышц, опять же, которые в речи участвуют, на нижней челюсти, вот на задней стороне сифиза, вот здесь вот. Там подъязычные ости, ну, и там от одной до пяти их там может быть, на самом деле, но вот они там крепятся. Какие-нибудь двубрюшные ямки, диаметр канала для подъязычного нерва, ну, который иннервирует, собственно, говорение, да, и там через затылочную кость проходит, и либо нерв толстый, тогда дырка большая, либо он тонкий у обезьян, например, да, и у астралопитеков тоже тонкий. И вот они не говорят. Мало просто аксонов проходит нервных волокон, и там сложно, как бы, и не надо. Ну, и таких, как бы, признаков, там, форма грудной клетки. У обезьян, у астралопитеков у нас сверху узкая, снизу широкая, потому что, ну, живот большой, а сверху-то много и не надо, в общем-то. А мы говорим, и нам нужно очень большой объем легких, у нас больше, чем у обезьяны, на самом деле. И вот сверху она широкая, получается, чтобы говорить. Ну, вот я сейчас много-много говорю, и не задыхаюсь чудесным образом, обезьяна бы уже задохнулась. А я могу, потому что, ну, хотя у меня-то объем легких вообще никакой, как бы, да, и то еще, но тем не менее больше еще, потому что базе того же размера тела будет. Ну, и такого полного в мозге. Эндекран мозга, ну, он такой, не сильно, конечно, показательный, ну, как дополнительный работает. У нас на мозге есть зона брака, которая говорительная, вот она у меня сейчас работает, зона верники, которая вот у вас сейчас работает, задней, верхней, высочной части, как бы, высочной извинения. На внутренней стороне черепа в этих местах у астралопитеков никаких следов нет, а у ранних хомок появляются, ну, на черепе мятинка, на мозге, стало быть, выпуклость. И эти участки мозга стали активно расти. Ну, если мы видим, что активно растут речевые зоны, он, наверное, неспроста. Ну, у обезьян участок мозга тоже есть, он, в принципе, ту же самую гортань, как бы, заводит, но там они что-то крикнули, и все, там много нейронов не надо. А у нас сложная работа, и у нас, соответственно, участок больше. И вот видно, что, начиная с первого хома 2,5 миллиона лет назад, эти функции появляются, то есть в таком, как бы, зачаточном виде, а где-то к 400 тысячам лет назад у них уже все как у нас. И там, ну, раз мы видим, что как у нас, значит, как у нас. Ну, а у ближайших обезьян у них речь на каком уровне, чтобы мы поняли? Ну, ближайших, а то что имеется? Типа, вот смотри, банан из существующих. Шимпанзе, если я правильно понимаю, да? У мартышек, например, язык состоит из трех слов. Там слова для опасности. Отдельное для леопарда, отдельное для змеи, отдельное для орла. Ну, в принципе, вот им хватает. Но есть комбинация. То есть если орел-змея, по-моему, я все время путаю, но, по-моему, орел-змея, это, значит, пошли отсюда. Это не значит, что одновременно два хищника появилось, да? Уже как бы новый смысл добавляется, поэтому это не язык. Но есть подозрение, что он у них врожденный, что это генетически прописанный, поэтому он не совсем язык, как у нас. То есть у нас-то он генетически не прописан никак. Любой человек может научиться на любом языке говорить, как он научится, так и будет. А стало быть, у шимпанзе, например, есть хорошие потенциальные способности к речи, когда их учат на человеческом языке говорить, ну, там, не голосовым, да, а жестовым, допустим, или, там, письменный, ну, там, не писать буквыки, но нажимайте кнопочки и иероглифы фактически. Ну, вот они вполне нормально осваивают. Ну, там, на уровне, там, двухлетнего ребенка, когда он вот только-только начал говорить, и какие-нибудь, там, фразы из двух-трех слов могут состоять, там, что-нибудь такое. Ну, вот так общаться можно, в принципе. И набор знаков у них, там, ну, пару сотен, там, они звучат вполне. Ну, там, никто не знает, сколько точно, но они комбинируют, опять же, скандинка, комбинаторик появляется, но это в эксперименте. То есть у них потенциал к этому есть, а в природе-то они этого не делают. В природе у них, у шимпанзе, например, порядка 20 с чем-то там звуков специфических, которые, ну, вот, как бы речь. Вот, и по-своему как-то они там кричат, но это плохо изучено, честно говоря. То есть, да, как бы звуки есть, просто мы плохо распознаем. То есть шимпанзе — это хорошо. И более того, когда шимпанзе вот научали говорить на вот этих языках посредников, там, я не помню, кто-то из них, сообщал, что мне другие обезьяны сказали, что. И что-то такое там, значит, что-то проводило. То есть, а другие обезьяны были неговорящие. То есть вот это говорящие обезьяны, от них как-то получило информацию, ну, как бы обезьяним языком, и какую-то дифференцированную достаточно-таки информацию. То есть как-то они друг с другом сообщаются, но мы не очень понимаем, как. То есть у них гораздо лучше работает мимика, хотя она более грубая, но они лучше ее распознают на самом деле. Ну, в какой-то степени, наверное, же стикуляция. Ну, там, язык тела в целом, там, не пальцами, понятно, да, в принципе, телом. Ну, и голосом тоже, вот там, 26, что ли, звуков у них вот дифференцировано, но это тоже, это то, что высчитали. А сколько там на самом деле, кто-то знает. И, видимо, у разных еще групп по-разному. То есть шимпанзе, они тоже как бы не одна кучка шимпанзе, это уже куча разных шимпанзе живет там в разных странах Африки. И так же, как у людей есть языки, у них, вероятно, тоже есть. Но это никто толком не знает, потому что это в Африке. И эти в Африку, ну, знаете, может быть. Я просто пытаюсь понять, вы сейчас перечислили много признаков, они, их можно назвать количественными, а есть ли какое-то качественное отличие от нашей речи? Качественное то, что у человека комбинаторика намного лучше поставлена. У обезьян комбинаторика минимальна, а у нас она бесконечная, у нас все на комбинаторике стоит. И она, причем, минутная прямо сейчас возникает. То есть вот мы с вами сейчас можем там новое слово придумать. Подкаст-оход, например. Вот такой подкаст-оход. Вот, пожалуйста. И, ну, если мы примерно как бы об одном думаем, да, вы можете в первый раз в истории человечества произнести это слово, а люди поймут. Вот, и они как бы сообразят. То есть у нас вот эта вот способность есть и генерировать, и распознавать. Ну, то есть если какое-то что-то замудренное, может, они поймут, а если попроще, то вполне себе поймут. Ну, какая-нибудь там, не знаю, слово там шмакозявка, да, вот в какой-то момент оно там в какой-то песнике появилось, ну, всем понятно, что значит слово шмакозявка. Вот. И там Станбурак, например, она там придумала какое-то слово, я вот сейчас не вспомню какое, а сейчас оно вот просто в ходу. Она просто как эксперимент фингвистически это сделала. То есть она придумала новое слово, вкинула знакомую, ну, там, писала в каких-то смсках, там, в общении пару раз использовала. И сейчас, причем слово-то какое-то, сейчас уже такое конкретно распространенное, я вот не помню какое единственное. Ну, у меня память дыряло. И вот она ввела новое слово, теперь все бы это очевидно, как бы, да, древне русское слово, оно там испокон века вроде как было. А Станбурак я придумала где-то уже там в 2000-х годах. Вот. И мы можем легко вот эти все вещи там воспринимать. Ну, сейчас эти слова там возникают легко, наверное, там, ксерокс какой-нибудь, да, там, скайп, еще что-нибудь такое, ну, вот, не было этого, да, там, профлить, я не знаю, там, еще что-нибудь такое, ну, вот они там, хейтить. Ну, вот этот жаргон, он понятно, что поначалу вывели дичу какой-то и большей части исчезает, а потом все вымирает. Ну, я не знаю, там, допустим, шузы для ботинок сейчас, наверное, мало кто использует термин. Но, тем не менее, там, шузы, как бы, да, в принципе, если сказать, ну, кто-то поймет, там, какие-то олдовые. Но что-то закрепляется, и что-то, как бы, вот дальше уходит следующее поколение, и то, что было там в XIX веке какое-то дичью, сейчас уже совершенно естественно и нормально. Вот, я не знаю, слово растение в XIX веке не было, если ничего в курсе. Вот, ботаники даже не использовали слово растение. Было произрастание, а растение не было слова, вот там до середины XIX века. Ну, или где-то оно там какое-то суперлокальное, может быть, было, не знаю, но вот в ботанических трудах не использовалось, по крайней мере, уж точно. Вот, произрастание. А сейчас как-то даже странно, произрастание уже какое-то, выглядит как-то странно, да, а растение, ну, очевидно, это такое старинное русское слово. Ну, и таких, как бы, примеров вагон. А у обезьян такого минимума. Вот, то есть человек в этом это легко делает, и непринужденно. А малой комбинаторики, это имеется в виду, что они общаются с какими-то шаблонами, да? Пошли за едой, или, не знаю, там весело. Ну, у обезьян минимальная комбинаторика, вот тут я уже пример приводил, когда орел-змея, называется, пошли. Перевод. То есть орел это про орла, змея это про змею, а орел-змея это пошли. Ну, это как, я не знаю, там, пароход. Вот какой-нибудь там этот паровоз, что там, самолет. Вот это то же самое серия. Окей, то есть когда у тебя, грубо говоря, несколько разных иероглифов соединяются и обрадают какой-то новый смысл. Да, да. У вас выходит книжка «Борьба за обед». Если я правильно понял, это реконструкция баек, которым несколько тысяч лет. Неправильно, понимаете, это не реконструкция баек. Мне не было цели установить фольклор неандертальцев. Ну, хотя такая идея тоже есть, на самом деле. Написать там сказки неандертальцев. Рано или поздно я это сделаю, но пока я не раскачался. Вот, нет. Это как бы вторая часть баек из грота. Но смысл не про байки древних людей, а про жизнь древних людей. Потому что, когда говорят про древних людей, обычно представляется какой-то непонятный стереотипный троглотит, которого в природе не было никогда, строго говоря. И в самом вопросе, а как там, не знаю, там было питание у древних людей, уже сквозит, что они все были одинаковые, и вот во все времена одно и то же было. А нет, разные люди были сильно неодинаковые. У нас есть огромное количество способов это узнать. Вот как вы сейчас спрашивали, откуда мы знаем, что они говорили. А мы знаем, у нас есть куча всяких способов. Можно ведь не только морфологию смотреть, как я там говорил, а там генечку включить, еще что-нибудь такое, какой-нибудь там ген Фокс-Пи-2, и там смотреть, насколько там у Нандертальцев, там у Шимпанзе, у нас там одинаковые или нет. И можно даже генетический эксперимент вставить, допустим, Фокс-Пи-2 там включить к мыши, вставить в мышь и посмотреть. Начнет она говорить. Это что за ген такой? Ну, это ген, который речью управляет. Вот, ее вставляли в мышь. И мыши, ну, говорить, конечно, не начинают, они умнее становятся, они лучше задачи решают. Ну, это я просто как частный пример. А суть, как бы, вот, моей книжки, да, это описание конкретной жизни конкретных древних жителей с расшифровкой, откуда мы это знаем. То есть, там, построенная история таким образом, вот эти байки, что есть история про какой-то конкретного индивида, ну, допустим, он там шел по саванне, тот и тот и делал. Вот. А вокруг, я не знаю, там росла такая-то трава, ходили-то и какие-то животные, и вообще, там, был там ясный летний день. А потом расшифровка, почему это был ясный день, почему он был летний день, почему ходили именно эти звери, а не какие-то другие, почему именно эта трава росла, а не какая-то, опять же, другая. И почему он делал именно это, почему он здесь повернул направо и прошел пять шагов. Почему именно пять, а не четыре. Откуда мы это точно знаем? Ну, там, это точно местами знаем. Ну, то есть, где-то, где-то знаем, я и не писал. Ну, вот. и вот в этом суть. То есть у нас по сути такая есть детективная история, которую мы можем расшифровать. Ну иногда там довольно информация такая просто прикольная, но бессмысленная. Иногда очень даже такая позитивная и интересная. Ну, допустим, где там, не знаю, ловили самые первые рыбаки, рыбу, где шерпинут якобы, да, как они там охотились на слонов, на носорогов, еще что-нибудь такое, как они от всего страдали, как они болели, как они путешествовали, перемещались на новые территории. Почему мы знаем, что это именно тогда происходило, там, в какой сезон, а в разные сезоны, они не одинаковые все вели. И одно дело, когда они это делали где-нибудь в тропиках, а другое дело в полярный тундр какой-нибудь. Одно дело на островах, другое дело в горах или там в пустыне, где-нибудь там в Сирии на верблюдов охотились неандертальцы. Ну, обычно представляешь, что неандертальцы это прям чуваки с мамонтами там охотятся, а вот в Сирии жили, которые на верблюдов охотились в основном, в одногорбах. Ну, это же прикольно, как минимум. И когда вот эти вот байки, так называемые, собираю, тут была первая книжка байки из грота, там, 50 историй, и теперь вот вторые 50 историй, но вторые я сделал с уклоном в экологию. И как раз экологический момент показывает, почему мы вставали на две ноги, почему мы начали говорить, почему стали делать орудия труда, почему стали хоронить умерших, делать искусство и все такое прочее. Ну, про искусство будет третья часть байок. Ну, тоже есть как бы, но тут было в основном, она почему называется, борьба за обед, что про питание. То есть, ну, экология и питание, по сути, синонимы для древнего человека, потому что то, что он видел вокруг, он жрал первым делом. Ну, или другой вариант, более грустный, это когда вот это окружающее действительно сего жрало. И если мы смотрим в далекое прошлое, обалденный фильм снять, про открытие Америки, представляете, да, люди открывают, там, материк, если что. Ну, вот, про это ничего нет. Вообще, там, в Южную Америку, когда прошли, из Северной Америки, там, через Панаму, это же вообще обалденно. Представляете, вы приходите в джунгли первый раз в жизни. То есть, из Тундры только что, из Преледниковой, приходите в джунгли, как вы вообще офигеете при этом. Ну, вот, вот, и это же личные люди были, это же конкретные индивидуальные люди, вот они здесь на это все делали. Вот, там, боролись, там, с какими-нибудь, там, медведями, а вот некоторые группы неандертальцев специализировались на охоте на медведей. Вот, то есть, они вот в основном питались медведями. Это же очень круто, вообще. Ну, вот, или там, были специалисты... Ну, медведь заборочат прям на ду. По носорогам, как бы, да, носорогов меркой каких-то там охотились, там, отгребали периодически, правда, от них, но тем не менее. А были группы, которые охотились там, только в основном на сурков, на черепах среднеазиатских. Ну, тут настолько контрастные все персонажи, и про это никто никогда ничего и не снял. И народ про это ничего и не знает абсолютно. Вот. Почему-то у большинства в голове стереотип, что вот эти древние люди были исключительно там какие-то голодранцы в шкурах, да, каких-то этих стрёмных. Ну, вот, но нет. Они, ну, по крайней мере, с какого-то момента были очень красивыми. У меня там есть история, допустим, про Южную Африку. Они там яйца страусов украшали резьбой, подвески из ракушек, там, из охры, вот, и так далее. Ну, про красоту-то у меня еще будет книжечка. Но вот недавно, допустим, исследование показало, что в Костенках, это рядом с Воронежем, проманьонцы брали белемнитов, ну, это вот ископаемые эти моллюски, вот эти ростные, длинные, вытянутые, и макали их в соляную кислоту. А соляная кислота – это в желудке, то есть у каких-то там коров, там, я не знаю, бизонов, кого-нибудь там ели. Вот, и за счет протравливания вот этой соляной кислотой вот эти серые невнятные белемниты становятся офигенно похожими на янтарь. То есть они прям реально красивые, эти полупрозрачные, блестящие, желтые, такие прям солнечные. Ну, вот, и тросологическое исследование потертостей на этих белемнитах, вот этих ископаемых, наверное, да, ну, в культурном условии, сказал, что потертости по бокам, не сзади, ну, первое, чем в голову приходит, когда вот подвесочка с дырочкой, да, на веревочку, вот она, подвесочка на шее. А нифига, ну, не так было, потому что там по бокам, то есть это было нашито на одежду, и причем плотно и много. То есть это прям вот такой напорный набор, вот этих вот каменных фигурин, как янтарь выглядящий, они просто шикарные. Ну, можно посмотреть, там, не знаю, там, костюмы народа в Сибири, там, ненцев каких-нибудь, венков, да, и так далее, ну, такие этнографические, там, 19 века, ну, сейчас они уж таких особо не делают, там, ну, по праздникам, а так они же есть в музеях, они же просто обалденные, там, циклы покрашенные, там все, конечно, из каких-то подручных материалов, ну, вот, но оно прикольно, и они старались, они вообще, как бы, все украшали, ну, это есть карманьонцы, а если более древние, не украшали, ну, вот, или там что-то попроще было, ну, тоже по-своему, там, колоритно. Какие-нибудь, допустим, неандертальцы, мы знаем, что предпочитали черные блестящие цвета, ну, вот, это же, на мой взгляд, вообще офигенно, когда вот мы можем узнать, какой цвет предпочитали неандертальцы, там, 60 тысяч лет назад, ну, потому что найдено, например, на некоторых стоянках кости птиц с насичками в местах крепления больших красивых перьев. И это, причем, не охотничья добыча, которую они вот именно сожрали, а именно вот на перьях, потому что там на таких костях надрезки, где места нет никакого, и что там резаться особо. Ну, вот, а чтобы перышки срезать, это да. И это, в основном, птицы с черными блестящими перьями. Какой-нибудь, там, черный гриф, альпийская галка, еще кто-то такой, там, кушаться какая-нибудь. Ну, вот, и вот у них эти черные блестящие перья, там, черный дрозд какой-нибудь, и почему-то вот им нравились такие. Почему-то на тактике узнает, как бы. Ну, и тоже в Неандертайсе жили, на всякий случай, 100 тысяч лет подряд. То есть это очень большой интервал времени. И, как бы, они в разных местах жили. Они жили там от Ла-Манша до Алатаи, как минимум. Ну, и, наверное, в разных местах тоже было не одинаковое. Но вот у нас, как минимум, там несколько стоянок есть, и везде вот одна и та же картинка вырисовывается. А у Сайпинсов, например, ну, прото-Сайпинсов, еще там, 400 тысяч лет назад на Ближнем Востоке, там вот они из лебедей першки щупали. И вот им, наоборот, белые перья большие нравились. Ну, это прям локально один пример, там у других, может, что-то другое было. Но это же вот такой диапазон для, как бы, исследований, ну, и настоящих, как бы, выводов, да, и для представления для народа. Ну, вот я пытался это скомпенсировать как раз этими вот книжками. У разных этих персонажей древних успех был не одинаковый. То есть кто-то провирал и вымер, вот, а кто-то эволюционировал. Ну, вот у меня, допустим, в этой книжечке вторая, что ли, история, и третья про гигантопитека. Ну, гигантопитеки самые большие обезьяны за всю историю обезьян. Вообще, если что, ну, там полного скелета у нас до сих пор нет, вообще скелета нет, но есть челюсти с зубами, и челюсти там вот такие. Ну, то есть они очень большие, там, в полтора раза больше, чем у Горева. И так вот, если прикинуть, что пропорции у них были примерно горилячьи, там, плюс-минус, ну, там, Аркутане, они к Аркутанам ближе, конечно, то они должны быть метра три ростом, если не четыре. Ну, вот. Ну, если вот на две ноги такая фигня встанет, как бы, там, вопрос, могли ли они встать на две ноги при такой массе, но, тем не менее, это какие-то там, ну, и весом-то 600 килограмм. Ну, это, ну, Горева, хорошо, если 200 весит, допустим, да, 600. Ну, вот. И офигенное же обезьянище, а вымерли 300 тысяч лет назад. И вот мы, опять же, можем догадаться даже почему. Там полиэкологические анализы делаются, полиэкологические реконструкции. И мы видим, что самые поздние ген-тепитеки жили, допустим, в условиях иссушения климата, и леса исчезали, а огромным лесным обезьянам уже все, как бы, перестроиться быстро невозможно. Лесов в таком количестве уже нету. Вот они как бы вымерли. Вот. Неандертальцы вымерли. Ну, обезьяны еще фиг с ними, как они обезьяны, да. Неандертальцы, они уже люди. Они уже скульптура, у них погребения есть, у них какие-то обряды уже там, да, украшения и все такое, а тоже вымерли. Ну, вот. И там Денисы какие-нибудь, ну, как мы ничего не знаем толком, но они были и тоже вымерли. Хоббиты на, там, островах в Индонезии. Ну, вот, ну, там, как минимум три вида сейчас известны, два описаны, один не описан, но не важно. И вот, как бы, они жили, исчезли. И смотря на судьбу вот этих всех родственничков, мы можем сделать вывод, как нам не надо делать. Если вот эти все там персонажи исчезли, то, может быть, нам так не нужно. И, может быть, нам надо как-то иначе себя вести. Вот. И тогда мы и не выверем, может быть. Про альтернативы вы стали говорить. А могли ли действительно люди получиться все-таки какими-то другими? Понимаешь, немного странный вопрос для антрополога. То, что вышло, оно, видимо, лучшая модель. Но что могло пойти не так? По факту получались разные варианты. И были и до человека какие-нибудь там, кинеантропы, например, которые начали делать орудия труда как минимум на полмиллиона лет раньше нас. Там почти на миллион. И начали, но не продолжили. Вот. И вымерли. Вот. И были параллельно с нами какие-нибудь автороптеки Гарри, парантропы, да, которые тоже что-то такое вот начинали-начинали, но не делали. И, собственно, опять же, вот экология показывает, почему они этого не сделали. Потому что, ну, либо они были сильно специализированы в питании, как парантропы, там, какое-то растение там жевали с конца. И, в принципе, им орудия не нужны. Например. Или неандертальцевы те же самые. Они в обратную сторону были суперхищники. И они зациклились на мясоедении, и дальше им не надо. Вот, допустим, мы там копаем в Хотелево. Под Брянском. Рядом с Брянском есть такое место Хотелево. Вот мы там уже много лет копаем. И там, как бы, неандертальцы. Вот у них, как бы, мясо, мясо, мясо. Мамонт лежит там в полный рост. Вот. Но никаких растений не использовали, потому что там климат был, как сейчас, в Центральной Якутии, судя по почвам. У них особо не было, как бы, возможностей развернуться в полную силу в таких условиях. Ну, ресурсов банально не хватало. А, как бы, мы удачно попали в Африке. И, как бы, развернулись. Хорошо. Вот, теоретически, могло бы быть совсем не так на базе кого-нибудь неприматного. Вот. Но это уже совсем как бы фантастика. То есть на базе, я не знаю, там, генотов, там, муравьев, осьминогов, там, чего угодно еще. Муравьев? Ну, а почему нет, собственно, у них там общество довольно сложное. Вот. Ну, если вацетники стали нами, что бы муравьи не могут стать кем-то там более крутым? Ну, что им мешает. Еще через миллиард лет имеется в виду, да? Ну, может, не миллиарды, но там сотни миллионов, наверное, да. То есть у нас же в том и прикол, что вся биосфера эволюционирует совокупно. Она в своем месте. И вот влияние там тех же муравьев на нашу эволюцию было весьма основательным. Потому что муравьи, они общественные насекомые. Они там и опылители, и расселители семян, там, и пятая-десятая, да. И если бы не было муравьев, мы, может, тоже людьми быть не стали. Ну, там, все эти эффекты бабочки и так далее, да. Ну, а муравьи – это такой мощный элемент экосистемы, если что. Ну, у нас влияли, там, не знаю, свиньи, павианы, жирафы. Вот у меня сейчас там новая книжка про жирафов только что вышла. И там что-то не происходило. Если бы эти влияния сложились немножко иначе, просто там география материков была бы чуть-чуть другая, да, то возникли бы люди из каких-нибудь капуцинов Южной Америки. Вот почему нет? Ну, вот, или там на каком-нибудь острове, там, на Мадагаскаре, допустим, да, там, из Лемуров. Ну, вот, в реальности получилось в Африке. А чтобы оно получилось по-другому, ну, строго говоря, планета должна быть другой. То есть просто геометрия материков и климат немножечко другой. Ну, это вот уже фантасты, могут там в полный рост разворачиваться там что угодно. Ну, мы исследуем реальность. Ну, вот. Приезжайте в Хартелево, кстати говоря, у нас там научный туризм прет. У нас сейчас там проекты такие туристические есть. Мы всех приглашаем, приезжайте все. Увидите, как делается наука. И откуда мы узнаем, что вот именно так происходило, а не иначе, вот в реальном времени. Вот откуда мы знаем, что неандертальцы делали то-то и то-то. Потому что мы их руками выкапываем из земли. И плюс к этому есть там трассология, спор-пульсовой анализ, там, пятое-десятое, там, всякое разное. Ну, палео-пауна, конечно. Слушайте, а неандертальцы – это самая, наверное, раскрученная альтернативная ветка. А почему они проиграли человекам? Ну, как, они раскручены потому, что они жили в Европе. Ну, в значительной части, по крайней мере. И в Европе их много нашли. Ну, да. А антропологи живут в Европе. По большому счету неандертальцы были незначимым человечеством. Ну, таким как бы прикольным, но крайним вариантом. Таким вот приледниковым. То есть, как, допустим, вот, не знаю, там, 100-200 лет назад, эскимосы где-нибудь в Ринландии были. Ну, в принципе, они как бы нормальные люди, да, все у них там хорошо, какую-то рыбу они там ловят. Но, в принципе, всему остальному человечеству пофигу на эскимосов. Что они есть, что нет, как бы цивилизация в Шумере в каком-нибудь, да, от этого не поменяется. На мировую цивилизацию эскимосы повлияли чуть-чуть. Ну, у нас есть там мороженое эскимо, да, там, какие-нибудь самки, хотя они тоже без них еще-то избрели. Ну, что-нибудь там еще такое даже, там, ну, какие-то, наверное, там слова отдельные, там, от них пришло. Но, в принципе, мизерное влияние. Ну, там, помогли до Северного полюса дойти, там, Роберту Перри. Ну, вот. А вот Миндертельцы то же самое, только, там, сто тысяч лет назад. Вот. Но мы про них знаем много, и поэтому они распиаренные. Ну, собственно, поэтому они изогнулись. Они жили на краю земли, и при мизерной численности, при мизерной плотности населения, с диким близкоростным скрещиванием, потому что просто не с кем больше скрещиваться, кроме, там, родных братьев, сестер. Из-за этого куча, там, всяких отклонений врожденных генетических. Ну, вот, при том, они были очень злые, судя по всему. То есть, судя по количеству травм и каннибализма, ну, там они и нездоровые, как бы, общество у них было. Ну, потому что конкуренция суперповышенная, ресурсов очень мало. Ну, они до соседей там редко доходили, конечно, но зато, когда уже добирались, то так, что, ну, прям, замочили совсем. В отличие от саппинцев. А мы сидели в Африке, где ресурсами с ресурсами получше как-то, да, там, ну, такой острой конкуренции нет. И народу больше при этом. И есть повод обмениваться информацией, и, там, не знаю, женами, и, там, еще что-нибудь такое. Ну, вот, и вот у нас коммуникация и способность меняться, делиться, оказались на первом месте, а у неандертальцев прямо наоборот. Они были вот такие бирюки, мы такие вот рубах-парни. И поэтому саппинцы победили. Поэтому, когда пришли саппинцы в Европу, саппинцы у неандертальцев заимствовали всякие, в том числе и гены, кстати говоря, через жену. А неандертальцы у саппинцев практически ничего не заимствовали. Ну, вот, они вот до последнего оставались неандертальцами. И, учитывая, что их было чуть-чуть, а саппинцев было дофига, ну, в Африке, как бы, Африка большая тут, как бы, да, и она богатая. А Европа, она, например, вообще ледником была занята, там, на севере-то жизнь, в общем, нельзя было, там, только ледник лежал. Ну, вот, и неандертальцев было, скажем, там, 10 тысяч человек, а саппинцев пришло, там, не знаю, миллион. Ну, вот, ну, там, может, не за раз, как бы, понятно, да, там, может, на планете столько не было, но, там, 100 тысяч, допустим, даже. Ну, тут 10 тысяч, тут 100 тысяч. Если они будут в браке заключать, даже, там, 50 на 50, то через 5 тысяч лет у вас будут саппинцы с мизерной примесью неандертальцев. А неандертальцы не будут вообще. То есть они просто растворились в нас. Так что злым эгоистам быть плохо, короче говоря. Мораль из этого такая есть прямая, что вот злым эгоистам быть стратегически невыгодно. На тактическом уровне, на краткосрочном, это можно, как бы, да, эффект какой-то иметь положительный, а на долгосрочном эффекте получится, что коммуникация лучше. Вопрос тогда про сообщество, про типы сообщества. Если я правильно понимаю, существуют виды турнирные, так называемые, где есть альфа-самец, и он всех задоминировал, а есть, не знаю точный термин, ну, словно семейные, где мужская особь с женской особью примерно пополам заботится о потомстве, и нет такой жесткой иерархии в сообществе. Мы-то скорее кто? А мы семейные. Вот, ну, у нас ведущий такой вариант, ну, как, у нас генетически не прописано, строго говоря, да, вот это все. И практика показывает, что люди бывают там и моногамные, и полигамные, и полиандрические, там, какие угодно. И там один в разные периоды жизни, еще по-разному. Вот, но глобально для вида типичная сериальная моногамия или последовательная полигамия, ну, что, в общем, одно и то же, там, вот, и слова там менять, и минусами. Ну, суть такая, что в каждый конкретный момент времени все-таки пара. Обычно один мужчина, одна женщина, вот они семью составляют, ну, там, дети. А через некоторое время один из участников пары меняется, но она все еще пара, как бы. Ну, там какой-то развод, снова брак, да, но опять-то на пара. Ну, там уже конкретные исторические моменты все это могут менять. Если, допустим, в обществе вынос мужчин идет большой, ну, там, не знаю, войны какие-то безостановочные, да, и ресурсов немного, то будет в плане себе и гаремная система. Ну, там, в исламе, допустим, да, где там все лично воюют, и там мужиков мало, а женщин много. Ну, вот будет, как бы, гарем, такая-то поле, система. А где-нибудь на Тибите или там в Гималаев, там, наоборот, ну, в принципе, никто особо не воюет, и мужчины живут долго и счастливо, ну, и при этом еще по караванным путям там тусуются, да, там, в шелковом пути. А теток это немного, потому что они все делают, они там строят дома, пашут землю, пасут яков, не знаю, там, сбалтывают какие-то эти сливки там из молока этого ящего, и еще рожают детей и дохнут без конца. Ну, потому что они еще в Искогурье на высоте там 4 тысячи метров. Вот, им тупо хислорода не хватает, чтобы там природов не померить. Они помирают. Вот, получается, у женщин мало, мужиков много. Получается, в поле Андрея многомужество. Когда там одна тетка, вот она сидит в доме, у нее там караваны идут, у нее там 5 мужей, который пришел, ушел, как бы, да, и нормально так тоже работает. Вот, то есть человек может подстраиваться под какие-то там 7-минутные ситуации, вот, но в целом, как бы, вот, статистически у нас вот эта сериальная моногамия типичная. Когда пара, но... Можно тогда для человека так, естественно, выбирать себе лидера, альфача, там, главу компании, главу государства, капитана команды. Почему многим это так нужно? Нет, смотрите, тут есть, как бы, такая тонкость. Это не свойственно нам как виду, как таковому, да, а свойственно сообществам позднего типа. Потому что это действительно в условиях большого количества групп оказывается эффективным вариантом. И это тогда выигрывает. Но базовая версия, мы живем семьей. И в семье есть папа, мама, детишки. И папа, ну, он просто самый здоровенный, поэтому он, как бы, условно командует, но он не командует. Ну, потому что тетка, она там ей корешки собирает, он не может ей приказать собирать другие корешки. Она лучше не узнает, какие корешки собирать. Он их не собирает сам. Вот, и она ему не может приказать пойти охотиться там, не знаю, на зебр, а не на антилоп. Потому что он точно знает, где зебры, где антилопы, и что эффективнее будет в данный момент. Поэтому никто никем не командует. Все делают просто свое дело. Ну, там, детишками можно скомандовать. Да и охотники-собиратели детишками ничего не командуют. Детишки, если они ведут себя неадекватно, они просто помрут. И все, на этом закончится. Вот, поэтому сохраняются только адекватные. Ну, собственно, у нас эволюция интеллекта и шла в полный рост всю дорогу. А вот когда появляются уже большие коллективы, хотя бы там в 200 человек, в производящем хозяйстве, ну, там в раннем неолите, ну, на Ближнем Востоке это еще там 12 тысяч лет назад, а во всем мире где-то там от 7 до 5 тысяч лет назад. Вот. И, стало быть, появляются деревни. Производящее хозяйство – это когда пшеницу научились сажать, ну, или там какие-то аналоги. Это земледелие, это скотоводство, когда вот мы уже растим себе и дуцель направлено. Не шаримся где-то там по степям, а уже сидим на одном месте в деревне. У нас есть гарантированная еда. У нас есть обард с зерном, у нас там козы какие-нибудь в законе сидят, там еще ушел овцы, баранина вкуснее козлятины, и там коровы, свиньи еще лучше, да. И у нас уже деревня. И у нас на низком уровне все та же самая семья, папа-мама. Но если общество будет суперэгалитарное, есть такой термин умный, эгалитарное – это вот такое суперравных возможностей. Вот у папуасов есть общество, где никого нету главного, нету понятия вождя вообще. Но они будут проигрывать иерархическим обществам, потому что, ну, как папуасы, когда с меланезистами взаимодействуют, начинается война, да, папуасы эгалитарные. Хочу – пойду на войну, хочу – не пойду на войну. Вот я сегодня решил полежать и бататы пожрать, да, или пойду там грядку копать. Вот, и мне эта война нафиг не сдалась. А у меланезийцев, у них суперэгалитарное общество. Есть вождь, который сказал, все идем на войну, а кто не пойдет, на того табу наложу, а то он помрет в страшных морщах. И все поднимаются и идут на войну. И даже если их исходно, вот этих 200 человек, этих 200, от этих пойдет на войну 5, а от этих все 200. И все, как бы вот эта иерархическая система, она выигрывает. И она выигрывает всегда. Поэтому получается, что на низком уровне у нас семейные отношения, а на высоком вот эти вот иерархические. И чем больше общество, тем более иерархические. Ну и получается там какой-то король солнца, да, в итоге там что-нибудь такое, там президенты, которые вот рулят семья. Но, опять же, один человек не может руководить миллионом человек, ну чисто физически. Поэтому получается такая вот жесткая иерархия, там, с министрами, замминистрами, там, главнокомандующими, да, там, деканами, я не знаю, там, ректорами, лидерами футбольных команд. Ну и вот эта вот какая-то такая суперответственность, там, иерархия, там, не знаю, старство в классе школьном, вот она как бы расползается, вот, до низа. Но при этом в голове у нас все еще семейные отношения, откуда возникают всякие призвания, там, типа, братья и сестры, или, там, это, что-нибудь там еще, там, братья мои, там, дети мои, папа римский, патриарх, да, ну, всякие такие. Когда вот семейные вот эти отношения проецируются на общество, хотя какой он мне вообще папа, какой он там батюшка, знаете, какой он мне батюшка, я первый раз в жизни вижу. Вот, папа у меня один, как бы, и это вот вовсе не этот чувак. Но для сплочения общества это работает, потому что у нас вот эти семейные вещи, они прописаны, да, более-менее как-то, ну, не жестко, но, тем не менее, не есть. А вот эти иерархические не прописаны, мы не павианы, но они эффективны в больших коллективах, и просто чисто математически они выиграют, я говорю, вот, как по классу с меланезийцами, да, меланезийцы победят, сто процентов, они побеждают, и по классу у них вороба, вот, все, три поколения, все будут иерархические. То есть есть какой-то уровень, условно, заложенный, который, естественно, для семьи, и есть уровень социальный. А какие еще есть уровни? Да, как бы, и хватает, все. Вот, просто у нас же, как смотрите, это все определяется-то не генетикой, оно у нас прописано-то не строго в генах. Вот, ну, вот семейное отношение еще в генах прописано более-менее, да, ну, и то так себе. А, как бы, эти иерархические вообще не особо прописаны. Вот, но у нас настолько сложный мозг, что мы можем так себя вести. И когда все общество вот так построено, ребенок рождается, и с детства и дальше он вот себя впитывает. Вот, что есть, там, не знаю, какая-нибудь там воспитательница в детском саду, или там вообще в яслях, допустим, да, и вот она как бы командует, вот, а он видит, что еще есть какой-то там директор детского сада, директор школы, который сидит в отдельном кабинете, и все ему ходят, там, окваниваются низко. Вот, вот он там иерарх. А еще где-то он там слышал по телевизору, что, оказывается, есть что-то министр культуры, которому подчиняются все, там, директора школы, да, вот, а есть еще, там, президент, которому подчиняются всеми министры, вот, ну, и сверху еще, там, человек настраивает супер-уровень, это, там, бога, которым командует всеми, ну, вот. Ну, это уже такой гипотетический, как бы, но в голове он тут же выстраивается, вот. Ну, а у особо одаренных еще иерархия богов, вот, ну, либо это, там, Зевс какой-нибудь, да, и, там, все эти подлежащие боги, ну, либо просто бог, или, там, ангелы, ну, по сути, как бы, они функцию низких богов выполняют, ну, вот, в голове это все равно то же самое, там, святые какие-нибудь, да, ну, это уже, как бы, мы настраиваем себе еще, там, выше-выше-выше, как бы, все до небес. Но оно уже... То есть человеческая культура имеет свойство вот это знание, как бы, множить, да, и передавать. Да, но это уже не биологически, это только потому, что у нас такие хитрые мозги, и теоретически мы можем по-другому себе мозги настроить. Ну, вот, в Советском Союзе пытались, как бы, да, по-другому настроить, но что-то пошло не так. Еще вопрос от зрителя. Денис Жучихин спрашивает. Существуют ли кости, остатки, не отнесенные никакому виду? Если да, насколько много таких находок? А я бы, может быть, с другой стороны даже спросил, а какие у нас есть пустые звенья в истории эволюции человека, самые важные? Ну, на самом деле, да, это такие вместе вопросы идут сюда. Есть просто фрагментарные остатки, которые мы не можем понять, потому что они фрагментарные. Какого вообще вагон? Ну, я не знаю, он у меня там на столе, на биофайке лежит ключевая кость, я все никак ничего с ним не сделаю. Два года, как обещаю, этим-то мне прислал. Но это надо просто делать анализ, а его надо делать в Германии, как я его, блин, сделаю. Ну, вот, санкции, все дела. Ну, там есть способы через Китай пересылать, ну, короче, это ужас. Вот, и вот кость по своей морфологии непонятна. Она как бы, ну, очевидно, человеческая, но не самая стандартная. Вот, и она при этом такая хорошо фрагментарная. Так что, может быть, это неандертальц, может вообще какой-то там неизвестный персонаж. Вот, но вот непонятно. Вот, ну, потому что она одна кость. Был бы череп, я бы уже давно все сказал. Ну, вот, просто не все кости одинаково информативны. Вот, и тем более они обычно еще какие-то обгрызенные, поломанные, похваченные, ну, в древности же там. Представляете, там прошел миллион лет, да, и что там от него останется? Вот какие-то огрызки. Вот, есть такие, которые долгое время не находятся в его места, пока у нас мало данных, а потом данные появляются, и мы говорим, а, да, блин, это же вот он. Ну, вот, ну, как, я не знаю, в каком-нибудь там, в Африке еще там давно была челюсть найдена, ну, такой вот обломок челюсти, там, с одним зубом буквально, и она вот была какой-то там приастралопитек. Ну, такое непонятное, как бы, существо, там, понятно, что она дофига древняя, как бы, да, но просто непонятно. А потом нашли ордипитека в Эфиопии, ну, в другом совершенно уже месте. И оказалось, что да, это вот он и есть. Ну, от ордипитека нашли целый скелет, еще там кучу других костей фрагментарных. Вот, оказалось, что да, вот эта вот челюсть, это вот ордипитека есть. То же самое там раньше еще там, Анамского острова, когда первые находки были, не пойми ничего, а когда нашли кучу костей, вот, оказалось, что эти уже ранее найдены, это вот они же и есть, собственно. Вот, так что такое бывает. Но пробелы у нас тоже до сих пор есть, да. Ну, и чем дальше угол перемен, тем больше. Самый такой вот печальный пробел у нас между совсем обезьянами и двуногими, там есть находки, но они фрагментарные и ганичные. То есть между 15 миллионами лет и где-то 4 миллионами лет у нас есть находки, но их реально мало. Там, допустим, 9 миллионов лет назад, ну, почти 10, на калипитек, это последний общий предок шимпанзе и людей. Вот, а дальше уже там 7 миллионов лет, то есть пусть там почти 3 миллиона, это сахиляндров. Вот, а потом еще полмиллиона лет проходит, у нас там Арарин. Вот, потом Ардипитек Кадаба там практически без перерыва. Вот, а потом Ардипитек Равидус, ну, и там как бы уже более-менее полноценно. Вот, но есть такие маленькие зазорчики, например, между поздними грацильными астралоптеками и первыми Хома, ну, то есть это между 2,9 миллиона лет и 2,4 миллиона лет. Где-то там как минимум полмиллиона лет есть, где у нас есть буквально несколько зубов, фрагменты челюстей, но как бы целого черепа ни одного нет. Ну, вот, полмиллиона лет, вот такое нехилое время. Ну, а если брать еще как бы там пошире, там практически миллион лет, где у нас очень мало находок. Ну, там челюсть как бы с черепом в начале, там пара черепов в конце, а в середине вот какая-то такая, ну, не то что пустота, но реально мало знаем. Ну, вот, потом довольно большой пробел, где у нас появляются сайпиенсы, что сайпиенсы в Африке эволюционировали, и в интервале где-то от 300, там, 400 даже тысяч до 50 тысяч в Африке есть находки, но учитывая, что это там несколько сотен тысяч лет, эти находки так вот как-то раскидываются, а между ними там довольно большие пробелы. Там археологии дофига, археологии завались, антропологии мало, ну, потому что это Африка, и в Африке никто нормально никогда не копал. Ну, копали нормальное. Эфиопия, Кения, Танзения, немножко в Северной Африке, какой-нибудь там, Марокко, допустим, и в Южной Африке. В Южной Африке там хорошие археологи, там качественно копают. А огромнейшая часть, самая большая часть Африки, там просто у нас нет ники, да, но там Замбия один череп, в Монголии вообще ничего нет. Ну, в Мозамбике нет вообще ничего. А там люди-то жили, кто-то там был. А вот эти древние пробелы, которые несколько миллионов, 3,7 миллиона, это потому что так давно, и в принципе у нас мало находок из-за этого периода. Или потому что не повезло, они там должны быть, мы все вокруг находим, а именно вот это почему-то не находим. Тут обе причины на самом деле. То есть чем древнее, тем понятно, просто меньше сохранилось, а хуже сохранилось, да. И да, есть такой еще момент, что местонахождение, это наверняка есть. Их периодически новые открывают, и находки-то делают каждый год. Но это же надо добраться до этого места, найти все это, притащить в какое-то цивилизованное место, там изучить, опубликовать. Опубликовать тоже как бы еще сверхзадача. Он у меня кость лежит на столе, а я не опубликовал до сих пор, я тормоз. Еще не раз когда раскачаюсь, причем не я один, как бы там все антропологи наши такие же тормоза. Потому что у каждого задачи хватает. Ну и представьте, что это лежит где-нибудь там, не знаю, в Уганде какой-нибудь, да. В Уганде, кстати, еще нормально там эти палеонтологи работают. А хоть в Бурунде, в Бурунде нет ни одной находки вообще, в принципе. А что там нету местонахождения, там горы, там точно есть, сто процентов. Но никто никогда просто туда не копал, потому что там стрёмно, там в Уганде какой-нибудь, да, там война хроническая идет, там всегда. Ну вот, или там в Западной Африке, там тоже находок, там один скелет на всю Западную Африку. Прикольный, кстати, скелет, вот тоже из серии, что, скорее всего, отдельный вид. У него даже свое название есть, там, Homo Ivo Iruensis. Но вот он один есть, и его там два раза опубликовали, очень так невнятно. Ну, потому что он в Нигерии. Ну, поезжайте в Нигерию, давайте, как бы. У нас не так давно все эти исследования вообще, как бы, завелись. Ну, вот, когда первые исследователи в Африку попали, австралоптеков, которые изучали, да, они просто садились на джип, ехали по саланне, и смотрели, что плохо лежит. Там, ну, ползали по таким воракам, как бы, да, смотрели, где есть местонахождение. И, вникая, как бы, и не исследуя, стояли крестики на карте. И когда они понаставили дофига вот этих крестиков, просто посмотрели, где больше всего этого добра. И туда наибольшее усилие, как бы, приложили. И потом копали там десятилетиями. Вот там сотни тысячи находок. Там реально тысячи. То есть прям под фонарем, да, а в другие места еще не посвятили. да. А есть Леди Герару, например, которая как раз вот то самое время, когда появлялись первые Homo, где вот переход от астралопитеков в Homo, от которой вот эта самая дырка, да, вот эта пустая. И там есть находки. Но его на крестиком-то поставили еще там в 70-м каком-то году. А потом просто туда никто не приезжал. Вот. А когда уже все объелись этими астралопитеками более поздними, туда приехали, тут же нашли челюсть с зубами, тут же нашли самые древние орудия на планете, если что. Ну, которые к нам отношения, по крайней мере, имеют. Вот. И вот сейчас там раскопки продолжаются. Вот. Ну, просто туда годами никто не приезжал. Вот. И никто это не исследовал. Потому что исследователей вот этих всех дел, их очень мало. На самом деле. В штуках просто людей. И это дорого стоит. Ну, представьте, в Африку экспедицию организовать. У нас вот в Хатылево-то в Брянск поехать уже проблема. Поэтому, опять же, приезжайте в качестве научных туристов. А сколько стоит экспедиция в Хатылево и в Африку? Один раскоп, ну, не меньше 200 тысяч, если прям вот по минимальным, как бы, этим раскладкам. Вот. Это прямо вот, когда несколько человек копают. Рублей. Да. Вот. Ну, это то, что в Брянске туда, ну, дорога не стоит практически ничего, да, это вот на еду фактически. Это еда и аренда помещения. А, это все вместе под ключ. Вот. Ну, да, но если это куда-то вы там поедете подальше, ну, он петулька катается, допустим, куда-нибудь там на Ямскую стоянку, да, туда один самолет, и там вертолеты стоят там безумно в день. Вот. Там уже вы там двумя сотнями не обойдете. Вот. Ну, вот мы изобрели там научный туризм, да, вот мы за счет этого выживаем. Но не везде это рентабельно, как бы, на самом деле. Вот. И если вы едете куда-нибудь там к черту на рога, вот, ну, Брянск это цивилизация, туда он сел на машину, доехал там на поезде, как угодно. Вот. А даже если это у нас в стране, ну, какой-нибудь там край земли, ну, где-нибудь в Якутии, допустим, да, где там надо на каких-то болотоходах там переть по тайге, по тундре, и весь раскопочный сезон у вас будет там две недели в году. Еще и мошка вас будет жрать, как бы, да, там медведи нападать, и местные алкоголики там стрелять. Ну, блин, вам это надо вообще? Вот. Поэтому таких уникумов, которые все это делают, их просто реально мало, штуков, людей. Вот. И людей, которые готовы это финансировать, ну, в советское время это финансировалось государственно, на Западе это были всякие гранты, там какой-нибудь фонд Лики, например, ну, и просто там богатые люди, но он как, есть такой астралопитек Бойса. Бойса, это как раз финансист, который просто дал кучу денег на раскопки. В честь его назвали астралопитека. Вот. Сейчас уже никто про это особо не помнит, но ему, наверное, приятно было. Вот. Но таких как бы персонажей, которые готовы дать миллионы на то, что может быть что-нибудь найдется, а может быть и не найдется, ведь на самом деле, никакой гарантии-то нету, я что, я же под землю не вижу, что там лежит, не лежит. Вот. И таких немного, скажем, ну, благо есть, у нас в том числе в стране находятся. Вот. Но на это ставить, в перспективе, практически невозможно, на самом деле. Поэтому есть огромное количество местонахождений, которые тоже, либо крестика бы поменечена, либо они просто есть, но никто про них не знает, и туда никто не добирается. Годами. Ну, иногда бывают хорошие варианты. допустим, в Белоруссии, сколько там лет назад, нашлись орудия, там местный краевед, вот такой прямо сельский житель краевед, нашел вот самые древние орудия Центральной Европы, если что вообще, в принципе. И долго мыкался там с этими булыжниками, никто ему не верил, что они действительно архаичные, крайне убогие, эти орудия, но в итоге вышел вот на питерских археологов, которые как раз средним и нижним палеолитмом занимаются, эти офигели, сказали, ё-проста-те, ну, такой в Беларуси не было никогда. Вот мы там собрали средства, тоже там по народу, то есть народ скинулся, да, организовали экспедицию, в прошлом году ездила экспедиция, но я туда не поехал, а как бы археологи ездили, накопали там этих каменюк, вот, и вот сейчас белорусы будут копать, ну, там есть хорошие археологи, они вот, надеюсь, будут продолжать. Это самое древнее вообще у нас на севере, ну, там где-нибудь в Тамане есть древнее, да, там на Кавказе, где Кавказ и Белоруссия. А так вот, это карьер, который разорватывался тоже, ну, песок какой-то там добывали в советское время, и никто этого не видел, вот оно под ногами валялось, только вот благодаря местному этому краеведу это нашлось. А, кстати, как наименование устроено? Значит, есть куча разных хомо, есть денисовцы, есть неандертальцы, то есть хомо это все, что вот наши прямые родственники, да? Да. Ну, хомо это вот то, что появилось как раз где-то 2,5 миллиона лет назад, чуть пораньше, там 2,6, 2,7, и которые с продвинутыми мозгами и с орудиями, так, если вот совсем по-проченькому это объяснять, ну, и с какой-то там намеком хотя бы на речь, вот, ну, а названия дальше даются от балды, то есть, кто как нашел, тот так и назвал, но, да, я чисто по приколу название, в этом хоббитов назвали. А вот этот ус на конце обязательно или не обязательно? Ну, как, ус это окончание в латинском языке, вообще по канону, как бы вот по такой, это правилам, наименование, название должно быть либо греческое, либо латинское, но поскольку греческие, латинские корни уже использовали все, какие только можно, ну, давно называют вообще там насекомых, птиц там, да, растения, вот, то уже что-то такое изобрести сложно, ну, чтобы оно не громоздкое еще было, и более-менее звучное, поэтому сейчас используют уже слова из любых языков, ну, тот же арарин какой-нибудь там, ардипитек, там еще что-то такое, ну, петекос-то это греческое, вот, а арди это на каком-то местном, там, на речи эфиопском, ну, вот, всякие такие там уже слова идут в ход, ну, что-то такое сильно экзотическое. Напоследок, в вашей книжке, собственно, мы потомки самых великих пионеров, творцов и мыслителей, так неужто стоит опускать руки и расстраиваться из-за каких-то никчемных мелочей, лучше ли продолжить жить и стараться сделать мир лучше? Можете расшифровать мысль про то, что мы потомки великих мыслителей и творцов, потому что, если человек представляет себе древнего человека, он думает о каком-то волосатом дяде с палкой. Чем же они мыслители? Ну, в какой-то момент это были волосатые дяди с палками, без сомнения, такой этап тоже был, но на более-менее поздних этапах они были такими мыслителями, они думали это больше нас, потому что интеллект это наш способ выживания, это наш орган выживания. Ну, у какого-нибудь там, не знаю, тигра это клыки, да, у летучей мыши это крылышки, там, у слона хобот, а у нас мозги. И, благодаря мозгам они выживали. То есть, они думали, как охотиться, как питаться, как не мерзнуть, как там, не перегреться, как общаться, как там, пятое-десятое, и вот поэтому они мыслители. Это мы сейчас можем вообще не думать и жить прекрасно совершенно. Вот, потому что у нас 8 миллиардов человек, а кто-нибудь вас прокормит. Вот, и меня кто-нибудь прокормит, да, я вот сейчас, допустим, отсюда встану и поеду там на метро, которое, ну, не я строил, вообще без понятия, как оно работает. Ну, я бы догадывался, что там железные рельсы, но, представляете, сколько надо всего сделать, чтобы метро появилось. Это там стрелетейные заводы, какие-то рудники, инженеры, там, электростанции, черт что вообще. Ну, вот, там, резину какую-то делают, там, ну, миллион всего, там, отделок станции, там, художники те же самые. И сейчас я могу про это не думать. Вот, а был бы я вот этим чуваком с палкой, вот, я бы думал, как добраться вот отсюда, вот, куда мне надо. Вот, вот это все расстояние я должен пройти пешком, чтобы меня по пути никто не убил, чтобы я сам не подох, как бы, от голода, да, там, от чего-то еще, вот, чтобы там никто не заболел, и чтобы у меня еще дети были при этом все, чтобы они тоже не сдохли. Вот, это сверхинтеллектуальная задача. Вот, поэтому вот эти первобытные люди были гораздо более мыслители, чем мы. У них время для этого было. Вот, это у нас все время суета какая-то, да, и там не сосредоточиться, ничего. Вот, а у них все время было их. Они вот с утра проснулся, и думай себе, сколько влезет, как бы. То есть человек 20 тысяч лет назад решал намного больше задачек, чем мы сейчас? Конечно, да, сколько угодно миллионов лет назад они решали больше задач. Вот, шимпанзе сейчас в лесу решает больше задач, чем человек в городе. И, ну, не значит, он как бы умнее шимпанзе, да, но задачи решают быстрее и лучше, надо сказать. На поздних этапах, когда это уже сапиенсы, там прямо это видно, то есть у них уже там есть предания, всякие там шаманские обряды, погребения хитроумные, там, пятое, десятое, они там между собой общались, информацию передавали. Ну, они там всю планету открыли, если что, пешком, причем прошли же. Ну, вот, у них даже коней не было, они пешком именно там, ну, на каких-то долбленках там где-то плывали, да. Ну, долбленку тоже делать надо для этого, тоже надо сделать, ну, мозгами работать. То есть вы вот умеете делать долбленку? Вы можете выйти в чисто поле, или там какой-нибудь лес густой, да, с голыми руками, сделать себе орудие труда, из того, что под ногами валяется, этими орудиями сделать себе там лодку, и поплыть в Америку, и открыть Америку. Вы вот можете? Я могу консервную банку открыть ложкой. Но консервную банку и ложку вы не можете сделать, тем не менее. Согласен, да. И даже вот есть какие-то там эти, да, которые там, а я умею там деревянные ложки вырезать, но он же не зубами их выгрызает, а он железным ножиком, а те чуваки делали каменным острием, то есть он берет камень, просто булыжник с земли поднимает, из него делают орудия, этим орудием делают деревянную ложку, вот это я понимаю. Ну, вот и консерва, да, он не то же купил в магазине там себе там, тунец, а он берет там, идет в тундру, бьет этого северного оленя, его там где-то мочат в какой-то там этой, вечной мерзлоте, и вот у него консерва, какой-нибудь там этот, капальхин, да, и потом радостно жрет его, и не дохнет еще при этом. Спасибо большое, Станислав Дорбушевский, антрополог. Пожалуйста. Ну что ж, не пропускайте книги Станислава, подписывайтесь на основу, меня зовут Борис Витенский, спасибо, что посмотрели, присылайте еще вопросы, по теме антропологии и истории человека, и может быть когда-то мы сделаем другие выпуски. Пока.